Здравствуйте, уважаемые присутствующие! Глорады приветствуют вас в этом гостеприимном месте. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена славянской микробонке. Дело в том, что славянская мифология гораздо меньше изучена, чем, допустим, мифология Древнего Рима, Древней Греции, Древней Греции. Все эти цивилизации мы знаем, мы знаем их историю, и даже учим в школах Древней Греции. А вот славянская мифология находится в стадии активного изучения и овеяна различными новыми новоделанными мифами, домыслами. Сегодня мы постараемся взглянуть по возможности адекватно на все, что мы знаем на данный момент, что собрали ученые-метологи. И данный вечер не отражают никаким образом религиозных воззрений авторов. Сегодня мы приглашаем вас совершить в путешествие «Волшебный мир славян». И проводниками в этот мир позвольте быть к нам. Со мной рядом филолог, подаватель русского языка и литературы, замечательная поэтесса Елизавета Роман. И кандидат филологических наук, переводчик поэзии, член Международного союза писателей и мастеров искусств и просто замечательная поэтесса Людмила Блашова. Мир славян мы покажем вам сегодня сквозь призму нашего поэтического сознания. А дверь в этот мир нам поможет открыть природа. Обожествляем мы нашим предкам. Портал. Слышишь меня? В голосе птиц. Шорох его. Тысячи лиц. Видишь меня? Ветер листает. Чувствуешь, он с рукой их пьет. Запах солны. Хочешь – поймай. Хочешь – испей. В мыслях летай в мой небосвод. Сотнями ста. Сотнями дней. Чувствуй причал. Видишь – открыт. И еще ждет наш переход. Это. Сон Павлов. Наиболее точной датой расселения славянских пленок считается 3-4 века до нашей эры. Эти времена называются в мировой истории дохристианскими. Они довольно суровые климатически. И в это время активно потепление настало вдоль берегов рек Днепр, Дунай и Висла. Вот здесь как раз таки расселяются активно славяне и начинают возделывать земли. У славян в это время есть уже своя богатая культура и свой пантеон богов. представлен он в виде древа жизни, на котором живут громадные божественные птицы, которые при желании могут обращаться в людей, в животных и могли активно участвовать в жизни человека, также руководили всем, что происходит в природе и даже во всем мире. Конечно же, самыми главными для славян земледельцев были то, что солнце, ветер, земля, вода, соответственно, как они именовали. Род, старший из божеств, прародитель всего сущего на земле. Сварог, отец всех богов и света. Его жена Лада, мать всех богов, также она была покровительницей любви, семьи и всех женщин и всего жениха. Их дети. Перун, громовник, бог грозы, насылающий карающий огонь. Велес, покровитель богатства, мудрости и жрецов. Хорс, бог солнца. Также огнебог Семарагл и повелитель ветров, стримбог. Итак, далее мы с вами будем подробнее ознакомливаться и уже слушать стихи. Лада, я не заскучаюсь. Итак, наиболее известным до наших времен остался, пожалуй, Кирун, громовник, насылающий карающий огонь, бог грозы. А вот каким его увидели мы. Людмила Марашова, меч и рула. Этого нельзя чувствовать, это не имеет права расти. Сожми, вздохни его хрустами, как подороженька, руку в груди. Беги от него, что есть сил в тебе, по полю жизни от молнии его уйди. Видишь, новый разряд поспел, но не сзади ударит он, впереди. Встань, ждущий покорною, в ладонях написано, не стереть. Бегущим в разные стороны и стоящим вкопано. Та же плеть, глазами не встреться, высветит. Светом с неба допьет до дна, сдайся. Никто не выслал. Меча разящего, верно. Одни и те же божества в славянской мифологии и одни и те же силы природы ассоциировались с разными, иногда диаметрально противоположными явлениями. Так молния могла ассоциироваться как с разрушительной силой, так и с силой созидающей. Я вам представила молнию разрушительницу, а как молнию созидающую вам представили телевизором. Свет подсознание, темная ночь. Проблеск, как молнию, свет подсознание. Тьма не упомнит суть первознания. Тьма не упомнит, но сохранит все, что внезапный свет ослепит. Свет подсознание, темная ночь. Воспоминания рвутся по мочи. Как вели копыта по рыхлой земле. Как двери открыты молчались к заре. Молчались сквозь ветер, сквозь тучи и мрак. Прорвались ли к свету? Не вспомнить никак. Ночные кошмары и ныне со мной. В обликах мары то холод, то зной. Но запах озона. Душная ночь. Внуты все сонные. Порваны в клочья. Двери открой. Шагну на мрак. Яркой звездой конь огонь. Ты сбросил огонь. Ты вспомнил не я. Всадник громовый, что держит огонь. Необычайно важное место у славян-замбудельцев в жизни занимало солнце. Солнце не попалось там где-то на небе, да? Солнце не попалось там где-то на небе, да? А проживало вместе с людьми за один год целую жизнь наполненную различными приключениями. Ну и третье отличие. Это то, что солнце, как бы по различным примерам, вот таким вот, помогало людям увидеть, как можно за целую жизнь, меняя свой статус на своей постаси, оставаться на стороне добра, тепла и света и помогать людям выращивать новые урожаи. У солнца несколько омничек. Первое. Солнце-младенец, калейдар. Это период с зимнего солнцеворота с 25 декабря до 22 апреля до весеннего равноденствия. Это солнце-младенец, спрятанный от слух зимы. С 22 апреля с весеннего равноденствия до летнего солнцеворота до 2 июня солнце являлось юрилой. Это был сильный, любвеобильный юноша, который побеждал силы зимы и дарил свое яркое тепло и земле здраво. С 22 июня на летний солнцеворот юноша становился мужем, мужчиной, богом Хорсом. Уступал, собственно, в полную силу и лето поворачивало на землю. Это продолжалось до 22 сентября. Весь осеннее равноденствие. После него солнце старилось и просыпалось Сивая. Постепенно весилы зимого холода и смерти одаревали его. И к 22 декабря бог солнца умирал. И наступала самая длинная ночь. Год жизни вместе со всеми ипостасами солнца прожила Людмила Мурашева в своем стихотворении «Я и моё солнце». Коляда, коляда, куда катишься? За какими долинами прячешься? Лукаво мигаешь, лицо умываешь, в воде дождимой травой луговой вытираешься. Ярила, ярила, молодое светило, ярко светил, златом землю поил, В зерно отпуская лучиков стаил. Хор саждали, хлебные дали, колось его, волос его пряди в колосьях плетали. Сивая, сивая, безоставил состав, подарила тепло последнее, Что не скудное, то заветное. Коляду взрастила, ярила проводила, Хор сожгут, косы распускают, лучики вплетают. Похоже, хор сожгут дождаться. Солнце у славян ассоциировалось не только с божествами на разной стадии развития, Хор, Сивая. Оно ассоциировалось также с птицами, ну и как в других мифологиях тоже. Самой птицей. Представляете, птицей. Да, да. Хор сожгут, это феникс. Воплощение, воплощение солнца птицы. В мировой мифологии наиболее известным именем солнца птицы является феникс. У славян оно получило другое имя, как жарко птицы. Птица феникс, она возрождается из пепла, она освещает наш мир и снова сгорает в огне. Своего феникса подставит вам в десяток романов. Близится срок, шагни за порог. Круг повернулся, солнце вернется, солнце восстанет. Дух твой воспрянет, ты и не забыла, как это было. Крылья раскрыты, солнцу навстречу. Взлет начинаешь, срой наизвеченный. И снова на кругу из пеплах гвоздам. Учишься твунами, счастьем снова. Искры в полете, сгораешь в огне. И на излете шепчешь ты мне. Ты не забыла, как это было. Дух твой воспрянет, солнце восстанет. Солнце вернется, круг повернется. Шаг за порог. Близится срок. АПЛОДИСМЕНТЫ Все четыре праздника, связанные с солнечным путем жизни, были наиглавнейшими в жизни наших предков. Фактически по ним все и отсчитывалось. Но самыми широко празднуемыми, самыми главными, конечно же, являлись зимний и летний солнцеворот. Одним из ярких обычаев было просто неисчислимое количество обрядов, которые совершались на все эти праздники. Но один из объединяющих их все был обряд огненного колеса, когда зажигали колесо и вкатывали его на гору, как символ подъема солнца, а потом скидывали его в реку. То есть таким образом проходил год жизни. Таким образом зимой его вкатывали, а летом его скатывали в реку. Это еще являлось таким символом обновления. Вот этот обряд колеса, очищения огнем таким образом. Так вот, именно особенно эту силу поэтических образов славянской мифологии, Людмила Мурашова пережила как стадия очищения этими образами в своем стихотворении «Колесо». Обновление. Катись, катись, колесо, Через полынь на осоку, Мимо низин на пригорке, Катись, катись, колесо, Гори, гори, колесо, Пережитым и зажившим, Еще толчок, еще выше, Еще последний бросок И отпущу. И любуюсь, как скорби в огненной сбруе Летят с горы на песок, Я больше их не верну. И в реку в воду живую Свой саван влажный целуя Уйдут и схлынут в поток, А я – свобода в дорогу. АПЛОДИСМЕНТЫ Волшебная ночь солнцеворота Еще и была таким Временем Предчувствие нового От старого избавились, Сожгли в огненном колесе. Наиболее, Одним из важнейших обрядов Летнего солнцеворота Являлось заплетание венка. Девушки, Надеявшиеся скоро быть замуж, Заплетали веночки из цветов И отправляли их по реке вниз. Считалось, что если венок Будет красивый, легко плетется, Крепкий, не распадается, Быстро отплывает от берега, А потом ниже по течению Крепким, распавшимся, Пробивается обратно к берегу, То свадьба будет сплавной. А вот почему. Потому что ниже по течению Юноши, в свою очередь, Вылавливали эти веночки девичьи И гадали, Какой же из девушек он принадлежит. Таким образом, Образовывались пары Для будущих весенних свадеб. Стихотворение «Венок» Нежность – один цветок, Ласка – другой цветок, Страсть моя – макансон, Терна побед, Я подойду к реке, Чудень длинок в реке, Примет его вода Дни моих череда, Ты подхвати, успей, В шумном потоке дней С кончиков пальцев Цвет, брошенный в воду лебень. Я это в белом пол, Мимо не ты прошел, Скажешь, Таких полно, Сердце, Оно одно, Только лишь сердце Не повтори. На самом деле, сердце, Действительно, Осталось к сердцу каждого человека. Это единственное, Что у нас не повторяется. Даже подпечатки пальцев не повторяются. Видно сердце у каждого человека. Аплодисменты Также Сонсоборот Назывался Праздник Ивана Упака. И в это время, разумеется, Прыгали через костры, Заплетали венки, Но еще считалось Очень удачным, Если в эту ночь Пойдет дождь. Ночь вообще вдвойне удачна. И до ныне Купала стучится дождем В положенное время В жизни современных людей. Однажды У нас случилось И в нашу беседку, Где звучали стихи. Нас сегодня дождь В беседке запер. Сетку превратил водой в стекло. Нам светил купалы Мокрый факел. Молний свет Дарил свое тепло. Леся, дождь, беситесь, Молнии, стрелы, Ограничьте мир до трех шагов. Я шухну И будет, как хотела. Рухнуть стены, Лохнуть звон оков. Силой слова Я миры расширю. Вы готовы? Дайте руку мне. Мы ведь сами Космос в этом мире. Каждый Это космос На земле. АПЛОДИСМЕНТЫ Купальская вода Омывает нас В стихотворении Еленой Морошевой Купаль. Стихотворение написано В ту же ночь. Купала, купала, Я душу морала, Другие морали, Гручины, печали, Мне душу сжигали, В дыму оставляли. Купала, купала, Как я устала, Живу без причала, Я свой потеряла, Ни много, ни много. Купала, купала, Купай, что осталось, Омой, воскрешая меня От печали И души всех тех, Кроме душу. Да. Очарование солнечных праздников Привлекает нас И по миру. Солнце Разговаривает с нами На языке солнечных рун. Тень от костра Отражается На траве И чертит нам Солнечные руны В ясный день. Однажды так Солнце Разговаривало с Лизой В ее родительской стихе. Солнечного названия. Пробуждение Ярко и миссия. Как на вожденье Вспомни себя И оглянись В перерождении. Слышится Оклик Незримый, Неузнанный. То вдали, То около Мы связаны Узами Родными Попылка В солнечном И От слов Взлетала Впереди Солнце До того, Как появился Хорс. Она Придворяла Его путь Розовой Розовой Полоской Свет Розовой Полоской В Полоноской Вот Она Идет Иное Непонятное Взрывное Что Звало сквозь толщу лет Что Дарило Яркий свет Волос Слышался Во сне Свет В душе Распространялся И Покорный Лишь Весне Весь Мой Дух За ними Мчался Как Легко Теперь Дышать Светом Солнце Расплескаться Чувство Сладкое Полета Я Еще Не знаю Кто Ты Меня Зовешь И я знаю Очень Ждешь Там Где Ветры станут Строем Где Над бездной Древний мост Там Мы Встретимся С тобой Вот Сюжет И он Непрост Помню я Еще с рождения О свидании На мосту И душевное смятенье Подарю сейчас Листу Я тебя Уберегу От волны Наверное Ты Меня Убережешь От беды С названием Лошадь Будет Просто Откровенно Нам Легко Смотреть В глаза И Прекрасно Несомненно Взглядом Правду Рассказать Древний мост Слегка Как очнется Новый И Силой 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 На море Силой Это Презирая Все Вой Вой Ветров Твери Ветер 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 Антагонистом птицового москва является птицей-стротимой. Она взлетает с того же дерева жизни, но с западной стороны. И, в отличие от светомостной птицы, несет с собой сумму иначе. Легенда гласит, что птица-стротим стала предвестником темной силы, когда у нее украли птенцов. Она своим криком любит шторм на море и топит корабли. Таким образом, она тоже связана с ветрами, но с ветрами разрушительными. И, таким образом, мы видим, что у наших предков даже переход на сторону силы от зла был обусловлен именно причиной. Птенцов позови похищенных. И воздыбится море, гиблое, и на дно схлынет боль. Очищенная позовут зарю, не откликнется. Одного гнезда птицы смелые. Ночь ведь тоже с востока движется. Только темно. В исходе славянских мифов, родовое древо жизни находилось на острове Гуяне. Там же, на этом острове Гуяне, лежал белый, горючий камень Алатырия. Этот камень очень яркий мифологический образ, часто упоминающийся в заговорах. Под него прятали свои секреты. Под ним располагался ход в Навье царства, то есть в Мертвых. И он же был очень таким вот местом, куда можно было все спрятать. Таким образом, допустим, чье-то сердечко замкнули на ключ, положили под белый ручками Алатырия. Секрет какой? Это тоже все туда же, откуда не достанется. Алатырия, Людмила Мурашева. Что? Зачем так больно в другом? Как же вынуть твой сердце? Милый враг или милый друг, кто ты мне? Кто теперь? Сердце горькое замкну, Быту в поле, в кобыль, Ключ от сердца подоткнув от горючей Алатырия. Не проснется ни один В колыбели ветвей Птинчик птицы стротины. Не проснешься, Не смей. Там ли ты еще лежишь? Алатырия, Не отгорячая. Там, где сонно, Там, где тише, Тляй назад, К сердцу горючей. И теперь у нас будет Музыкальная пауза, Которую для нас Украсит Алексей Ткаченко Несколькими своими произведениями. Первое, я надеюсь, будет Алатырия, если можно. Алексей, пожалуйста. Приветствую вас. Уже теперь по раму. Девушки правы, Мы можем В каких вещах, Как наши корни говорили, Выпечать беду нашего творчества. Увы, Многие источники До стороны Назвать нельзя. Поэтому мы только через призму Своего творчества Отдаем, А вы через призму Своего чувствования Можете что-то Поставить, Запомнить. Может, Будет рассказать. За пределами границ, Где повольный ворог, Мне поют Семь вещь и шпит, Расчастливый доля. Расписаны слова, Голосом разливым, Зачинается глава, Сказ один и динам, О-о-о-о. На высокой ногаме, За пьемучими лесами, Во взлоченной поле, С предмотерной край, Искать его тебе, Долгим соком любви год, Чуть робы от себя к себе, Как по сути схожи, Вече, Еще помнят, Смех, Сгрежет бронзу черной, Где беленья, Вече, 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 Вече. На четыре стороны, под синими ветрами И шпырла свои верны, Сны под небесами, сны под небесами. Но лицовкой на горе, за тревучими лесами, В озлащенной поле, спрятанного вверника, Искать его тебе, долгим сроком, не бегожим, Другой от себя к себе, так по сути схожим. За пределами границ, где по воле вольной Не боюсь целящих птиц, во степи раздольной, Несмеенная душа в небесах летает, Из чердеге же пролегла старая народная, Сраная народная, о-о-о... ... Так как сегодня моя дружина не смогла найти время, чтобы присутствовать с нами Но она выбирала песни Поэтому следующая ее любимая «Красная Калина» Посвящалась ей? Ну да, и чем? Лет так 7 назад Красная Калина Тяжелые гроздья Под тобою имя милое Шептал Вырывал из сердца Жалелые гвозди И к любови дверцу сразу писькал Ой, красные твои листья На носке не светли В разорванных листьях Огнет летит он Грудь мою крепкость и снег Мне во вверх я как вредна И на шее по визне Огнет ли цветок Огнет ли цветок Огнет ли цветок Сядет невысоко Мне Тебя Споет Она Хвост Под добрым На длинный Весть Мою Набросит Веточку Калина И ответом Принесет Эй-эй-эй Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй От всех ответ на наши полицы нет Аминькид цветок, аминькид цветок Аминькид цветок, аминькид! Очень большую роль в нашей жизни играет осознание Понимание человеком, где он, кто он, куда он Но это такая глубокая, тяжелая тема Бог, великий Бог, который является человечеством на земле До сих пор он не разойдет Приотвориться к камене лотереи нет Может быть там что-то и нужное спрятано для нас, но Возможно задумкой это было самим додуматься, да и тебя Но пока еще далековато Зреет ягода сладким снадоблем Наливается в руки тянется По плетеночкам по ериковым, по коробочкам до павликовым Горстью щедрой, славным насыпом Кто отведает солнце назад? Кто? Ответы Кто? Ответы Кто? 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 Бесток селял, зеленый, зеленый, Знамосвет вкусил ты потерь. Спасибо тебе и совет держи, Сердце только верь, ум узлом свежи. Спасибо тебе. Как зайдется ночь, Хохотать огнем, Гонят мысли прочь, Нет покоя днем. Привлекает нас медом сахарным, Когда прогонит в раз малым яхонтом. Вот и знай, поди, Тьму все цельно злит, Знамосвет плоды тоном и слит. Вот и знай, поди. Отведай нас, да отведай два, Сладостью обдаст красная беда. Ты, оставь ее, То цветы, трава, Зреет, шапка жмет твоя голова. Ты за ней следи, Чтоб не скисло вдруг. Да не уведи в те меня. Вот так. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Хорошего вам, Женя. Спасибо. Приглашаю. Алексей Каченко не зря упомянул о своей команде. Он, на самом деле, у нас лидер группы «Гизил». Часто они представляют свои песни вместе. Но вот атмосфера и, ну так скажем, почти домашняя атмосфера и размеры этого помещения не позволили бы уместить, поверьте, ни команду, ни тем более то количество оборудования, которое этой команде бы понадобилось. То есть мы куда-нибудь бы залезли на стеночки, да, а здесь бы оборудование стояло. Тоже было бы неудобно, поэтому вот мы пригласили самого главного. Замечательное акустическое исполнение. Здорово. Ну что, приступим? Продолжим. И, кстати, хочется сказать еще, что Алексей, автор большинства песен данной группы, очень талантливый человек. Спасибо им. Спасибо, Ребева. Итак. Итак. Начинаем второе отделение нашего вечера. Места на родовом древе жизни хватало всем. Хватало места там и женским образам. И так летали по поднебесью в виде прекрасных белых и черных лебедей богиня Леля, богиня любви, жива, богиня жизни и не менее прекрасная богиня земной и смерти, мама. Образ прекрасной Лели поселился в стихотворении Ленина Нарашовой «Дочь Сварога». Все любящие слова. Вижу тебя, лебедь белую, светлоокую, прямо с облака в поступь смелая, легкой грацией и прикасацией к миру тленному, к миру бренному возрождением. Струны чутко спят под туманами, под туманами белотканными, белотканными, первозданными. Ждут тебя одну, ждут тебя весну с нетерпением. Светлоокую, светлолику, тонкостанную, лебедь дикую, Чтоб взмахнула ты над землей крылом, в реки солнышка вниз просыпала. Жду к тебе, жду к себе тебя, жду тебя и я, чтоб в тебе сиять. Ты сестрой мне уготована, рода памятью мне дарована. Ты в перстах моей и в дыхании, солнце кудрая, тонкостанная, Твои слова мне лишь откликнутся, пока с Марой мне обвинется. В глубине веков, в лабиринте снег. Вижу тебя. В каждой женщине можно разбудить славянские корни. Осознание себя и своих славянских корней отражено стихотворение Елизаветы Романовой «Ведунья». Я царица твоих мыслей, твоих счастья, радость, смех. Пробегусь по желам искрой, станешь любовь для всех. В каждом сердце содрогание. Я в дыхании твоем, даже в боли и страдании. Я с тобой, твоим, что мне рыжие болтунья, что мне дикая весна, Познакомившись с ведуньей, не очнешься ото сна, Зашепчу тебя словами, а пою шальной травой, У тебя перед глазами будет вечным голос мой. По любой иди дороге, к каждой средой стороне. Ты же знаешь, что в итоге всё равно придёшь ко мне. Ну что ж, а теперь от любви к иллюне мы перейдём к свадьбе. Ну и сразу. Я не знаю, я не умею. Свадьба часто... Жениханна. Жениханна. Муж уже есть, да? А, ну да. Свадьба... Да, если ты думаешь, я ступлю. Неважно. Свадьба... Дело в том, что даже гроза представлялась людям в образе свадьбы. Перун, он был женат, да. У него была сначала невеста Дима Додола, позднее старшая Перуницей. Так вот, свадьба, когда Перун мчится на своей колеснице за Димой Додолой, которая бегает от него. Их колесницы гримят на облаках, и громом разносятся по земле среди людей. Итак, свадьба, гроза. Метай Перуница, серебряные спицы, водой не излиться, огнем не загориться. В небесной колеснице по небу прокатиться, чтоб ветру раступиться, чтоб волей насладиться. Дыши своим простором, последним приговором звучит его погоня, как тысяча огоней, как плавленый предел его послушных стрел. Гроза тебя обменет, она с тобой отныне, ее шагная суть твой новый чертит путь. Метай Перуница, серебряные спицы, водою не излиться, огнем не загориться. Метай Перуница, серебряные спицы, весь мир к тебе склонится. Но ты склонись одна, на плечи Перуна. Еще одним претендентом на руку Дибы Дедолы, которая позднее стала Перуницей, был Велес. Велес – неоднозначное божество в славянской мифологии. Он был одновременно и богом плодородия, богом мудрости, богом скота. Также он ассоциировался с переходом в мир Нафи, потусторонний мир Нафи через реку Смородину. Охранителем этого перехода он как раз и стал проводником через реку Смородину. Он как раз и стал в результате своей борьбы за руку Дибы Дедолы. В результате победил Перун, а Велес был сброшен с неба и стал пребывать на границе мира Яви, мира живых и Нафи мира мира. Об этом неоднозначном божестве расскажет Велес. Да, Велес тоже влюбился в Дибы Дедолу. И как раз таки гроза, колесница перехватывается Велесом, первым догоняет, сбрасывает, вот этот грохот происходит, да, сбрасывает в колесницу Велеса, на которой пытался увести девушку, умыкнуть. И в дальнейшем Велес неплохо устроился и на земле, и под землей. Была у него и жена, и все было в порядке. И он стал действительно покровителем жрецов, если, вы знаете, птица Гомою, да, птица Гоморун, да, вот это оттуда идет, действительно покровитель богатства, мудрости, жрецов. И также и он был в курсе всего, что происходит на земле. Являлся в виде медведя, либо в виде быка. Его еще называли скотий-бок, так как много скота, там богатство, это, да, на самом деле, естественно. Именно вот богатство, скотий-бок, плюс он же провожал души через реку Смородину. Велес, 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 тени в пляс, кружит, кружит жизнь всех нас. Велес, Велес, сторож стар, видишь ты насквозь всех нас, ни проклятия, ни дар, просто твой наступит час. Встретишь ты, мой дух сметенный, на пороге меж миров. Ты узнаешь от вселенной, сколько есть за мной долог. А пока кружусь я в танце, в хороводе лиц и рук, и не думать, не сдамся, протанцую в жизни круг. Велес, Велес, Славный пляс, сердце бьется в ритме фразы. Пусть звучат слова так громко. Слышишь музыку ты в них? Румной тонкой, румной звонкой Прозвучит сегодня стих. Развучит сегодня стих. Судьба масла. Велес, Велес, то ли глупо, то ли мудро, все в едино сплетено. В сред за ночью будет утро, жизнь, как сладкое вино. То закружит, то похмель, то не дужит, то веселье. Велес, Велес, в добрый час, бьем мы жизнь свою за нас. В реальности, конечно, свадьба была окружена многочисленным количеством обрядов. Их нельзя было ни в коем случае нарушать. Это были строгие законы. Скажем только о том, что помолвка это был целый многомесячный ритуал со смотриными, с песнями подблюдными различными. Дальше была свадьба. Свадьба длилась от трех дней до недели. Представьте. Тут бы один день не стоять, а тут целую неделю. Кроме того, подробнее, конечно, об этом вы можете, если будет интересно, прочитать в книге «Домострой». Там все подробно описано. Но скажем только, что в спальне молодоженопогнали старой семьи тоже был целый ритуал. Во-первых, мрачная ложа для родных должна была состоять из девяти снопок сена и из тридцати саполинок шкур. На фоне этого великолепия разворачивался целый снопок между мужем и женой. Скажем о том, что девушка могла не признавать жениха своим мужем до тех пор, пока она сама добровольно не снимет с него саполин и разум. По такому обряду женились еще и князья в Киевске. Мы точно знаем, что князь Владимир, его жена Рогнеда, после падения ее родного города Голоска, сама добровольно разумела князя Владимира, и это считалось официальным заявлением о том, что она берет его в свои мужики. А в этом стихотворение, любимый вашей книги. Ты горда родовою статью и короны своих волос. Тебя Бог подержал в объятиях до того, как на землю принес. Благородством жемчужных нитей перетянуты косы твои. Из ладоней твоих испить бы первозданных чудес и мечи. Мне не важно, кого целуешь, ты судьбу свою не пророчишь. Все равно ты меня разлюшь в нашу первую теплую вечь. У нас свадьба сопровождалась всегда множеством обычаев и заговоров. Свадьбу обязательно должны были охранять жрецы, иначе она могла считаться несчастливой. Стихотворение, заговор, Елизавета Рына, иначе уже все. Нет, еще не все. Уже почти все. Без заговоров, конечно же, ничего не происходило. Все делалось с нашептанами, с договорами. Слово имело силу, его ценили. Так просто ничего не говорилось. Летели те птицы сквозь синего лица, сквозь морок и крови, сквозь беды и мара. На волнушку, волна, призвись. Согреется солнышко, свободная долюшка. Здравствуй, волна, волнушка. Ты выбрайся сколочки, сломай все иголочки, не клади все по полочкам. За гради себе явными, за широкими римками, за дальними странами, за семью океанами, да за рожами пьяными, за словами, за клевыми римками. Слово имело. Ну, никакие заговоры не могли соединить людей разных со слов. И даже до сих пор, наверное, мы... Вот встретишь человека, вроде бы все замечательно там. Но при этом, вот, либо он не устраивает вас... Даже почему-то сильно распадается. Либо он вас не устраивает в интеллектуальном плане. Либо у него действительно какие-то другие моральные ценности, кардинально отличающиеся от ваших. В конце концов, у него может отсутствовать чувство имя. Либо оно может быть не ваше чувство имя. Оно может быть либо по шее вашего, либо возвышение ваших, да? То есть... И это яркий показатель разных ценностей, разного золота. Золото рдеет на пальцах ноги. Бьется ко мне цепями. Золото, золото, слышите тихо. Ты шевелишь в голову. Золото рдеет в моей душе. В ладони стекает слова. Друг другом и тянется. Но вообще. Просто разные парни. Сейчас в стихотворении вы слышали, возможно, незнакомое слово «Вара». Это слово обозначало, оно сродни индийским кастам. Деление на касты и мультусы чем-то тут близко. Возможно, как раз таки вот эта четкая градация, четкое деление на сословия началось у славян примерно во II-I веке до н.э., когда славяне активно контактировали с индийскими и аравийскими цами. Таким образом, примерная модель построения такого общества. Жениться могли, допустим, ремесленники женились исключительно на дочерях ремесленников. Купцы выбирали себе купеческих красавиц. А в кастах воинов и жильцов прибыли князья. Там все еще спеши. Могу даже отличаться письменностью. Варни. В варни твоей варят в котлах достаток. В варни твоей много людей распятых. Ради теней, бледных теней, успеха. Слушаю теней, звуки чередей. В варни твоей солнечных дней мало. В варни твоей золото солнцем стало. В варни твоей времени нет до 300. В варни твоей золотой победы жизни. Чувствуешь груз, тягостный груз свинцовый. Просто сними. Освободись. Просто сними. Окол. Видишь? Я не видел с тобой. Его от цветка души своей я оторвала. Просто возьми и подержи в сердце. Может быть, в нем что-то такое изменится. Жизнь человека буквально с первого шага сопровождалась различными обрядами. Итак, цикл и человек в результате проживал за одну жизнь, не одну, а несколько цифровых жизней. Рождался мальчик. Взрастал. Становился юношей. Эмирал мальчик. Рождался юношей. Умирал юноша. Становился муж. Воин. Отец. Далее. И так далее. Да? Что это вам? Может быть, это кому-то что-то напоминает? Мы сегодня уже поговорили об этом. Солнце. Да, да. Совершенно верно. Совершенно верно. Именно, да. Это времена года и солнца. Таким образом, девочки тоже проходили в стадии различных девочек, девушка, женщина. Так, девушка, которая выходила замуж, она для своей семьи уже считалась умершей. Для семьи и для друзей. Она даже не могла несколько дней ступать на пол перед диване, потому что она должна была быть между мирами. И лицо невесты ни в коем случае не открывалось. она была закрыта красной фотой. Чтобы ее никто не увидел и не сглазил. Ну, даже свадьба. Это какие-то вот суммы. А вот в своей семье, новой семье мужа, девушка, уже замужняя женщина, считалась невесткой. Невесть откуда взявшаяся. И в принципе так было до рождения первого сына. Мужчины, видя такие частые смены, да, ипостаси человека, люди воспринимали смерть уже не как безграничное, какое-то бездонное зло, а воспринимали его как смена измерения. И смену одного жизненного цикла на другой. И нельзя было отлеснуть назад, да, вернуться в какое-то предыдущее состояние. Если тебе двадцать, то тебе двадцать. Если тебе тридцать, то уже совершенно другой человек. Что касается юношей, то действительно молодые юноши при вступлении в стадию воинов, мужей, они проходили обряды инициализации, в которых ходило много испытаний, очень серьезных. В результате которых не справился парень, не мог он умереть. Потому что вот так это проходило, действительно могло связано с отряженностью смертью. Но зато после таких испытаний оставались те воины, которые никогда уже не отступали. И боевой клич «Смерти нет» идет еще с губерними. Наши воины, славяне, даже вот упоминания древних историков, Геродота, Захария Ритера, говорят о том, что на невольных рынках нет рабов-славян. Это большая редко заключить себе раба-славянина. Потому что славяне предпочитали убить себя, если не было возможности погибнуть в бою, либо спастись. Но в плен не сдавались. Вот это вот смерть и мир. Именно вот в таком сознании наше двухтысячное войско, наши воины, двухтысячным войском под руководством Ратигора в V веке заставили отступить десятитысячное войско римских легионеров. Потому что римские легионеры увидели, что это была месть за смерть отца Ратигора, такая тайная, его отравили. И вот собрались славянские племена, вот роды, простите, это уже не племена, это уже роды, выбрали князем Ратигора, это военная демократия. Привели его, он привел эти войска, их две тысячи, там десять тысяч римских. Римская земля уже, Римская империя. И что они видят? Славяне просто начинают зачемлять коней, опаивать коней, чтобы кони не осознавали, что происходит. Они начали пляску смерти ночью. В результате римские войска утром отступают, думают, не, нас не уходим. И договорились и отплатили еще и золотом нам. Это было в V веке. Вот это генетически заложенное в нас сознание помогало нашим уже прадедам во времена Великой Отечественной войны, когда мы побеждали, мы шли и наша страна... Назад и шагу. Да, мы шагу назад. Совершенно верно. Понимание смерти как смена измерения. Смена измерения, смена измерения. Не бойся продолжения в новом измерении. Смирение, смирение, со сменой измерения. Не бойся прилавления, не бойся пробуждения. За смородиной, за рекой, за печалями, за тоской, за ветрами и за стеной, не кручиной, не покой. Над и призрачной, мирной. Смена измерения, смена измерения. Новое рождение, от страха избавления. Смирение, смирение, твое освобождение. От путы, от смятения, твое освобождение. За смородиной, за рекой, за печалями, за тоской, Мара белая за тобой, ни огонь, ни плаха, свобода от страха. Не хотелось бы заканчивать наш вечер рассказом о смерти, каким бы благостным не было представление об этом событии наших предков. Я закончу сегодня последним на сегодняшний вечер свидетворением о том, что, на мой взгляд, является логическим продолжением смерти в отрождении. Восстань очищенным перстом всевышнего, на почве вышиной живым раствором. Восстань рассветную да во вселенную, чтоб всем заветно узнать челом. Дождем целовано, землей заковано и ветром порвано. Восстань огнем. Расцветают и впадают цивилизации, а поэзия прорастает и живет, и вновь возрождается. А сейчас мы предлагаем вам вновь сменить из береги, покинуть славянский мир, сделать шаг из славянского мира и очутиться вновь в стенах нашего уютного деревни. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания... А как по летоисчислению проходило? Как они считывали года? Летоисчисление проходило от рода. То есть там было несколько иное летоисчисление. То есть вот они считали свою дату зарождения мира, появление рода, начало всего сущего. Это считалось нулевым годом. От этого года они тысячелетиями вели летоисчисление. Вот ко времени принятия христианства по славянскому летоисчислению прошло уже тысячи лет. Пять чем-то тысяч лет, да. То есть дня Нового года у них не было? Новый год был, но Новый год был совершенно в другое время, чем вот у нас. В сентябре? В сентябре, да. Кому пришло в голову вообще связать Новый год с серединой зимы? Петру Первому. Петру Первому. Ну да, я знаю кому, но по идее, да, это риторический вопрос. Именно пришло то это у нас с запада, да. То есть нужно подумать насколько нужно было быть вдумчивым человеком изначально тому, кто это придумал. Происхождение Нового года у нас с Новым годом вообще все очень непросто. Не зря у нас их два, да, Новый год и Старый Новый год. Во-первых, два разных календаря, во-вторых, если брать почему Европейский Новый год, после рождения Христа, причем он рождался в то же время, когда и Солнце, похоже, да, 25-е тоже число, 22 декабря. После этого был Новый год, да, через неделю отпраздновали Рождество и сразу же начинался Новый год. От Рождества, от дня рождения Христа. Ну это по католическому. Да, но таким образом он стал и нашим потом, потому что это разные календари. У нас раньше, так, сначала Рождество 7-го числа, а потом Старый Новый год 13-го. А на 7-м и 13-м они стали... А что говорят с историками? Можно вопрос, кто является предками самих славян? Индоевропейцев. Да, индоевропейцев. Вот, пожалуйста, Игорь, вот рядом с вами сидит прекрасный историк, индоевропейцев. Совершенно верно. Да, то есть мы изначально у нас одни форумы. С англичанами, с немцами. Ну да, какие языки? Индоевропейцев. Санскрит? Ну да. Симаргл, да, вот эти корни, это оттуда. Санскрит. Чтобы более подробно нам получить об этом представление, нам нужно отмотать время на пять тысяч лет назад. А вы знаете, что... Уже на восемь практически. Уже на восемь практически, да. Вы знаете, что во время принятия христианства все языческое по возможности уничтожалось, да. Уничтожались не только идолы. Уничтожалось все, что могло пройти в разрез снова устанавливаемой религии, снова устанавливаемыми порядками. Что лишний раз не напоминало. Да, и таким образом мы утратили множество исторических фактов, множество свидетельств. Даже письменность, которую многие историки утверждают, что она была, дохристианская письменность. Все это было вначале. До сих пор. До сих пор обливают краской все наши памятники. Да. Наши истории. Вы знаете, столько реформ, реформы, слишком часто реформы, это, наверное, большое зло, потому что... Посмотрите, вот у нас Владимир, да, мы перешли на новую рельсу при князе Владимире. Христиане, да. Потом у нас при Грозном Никоновская реформа. Опять староверы уходят, опять же они уходят в леса, самосжигаются. Это Никоневская реформа, это уже не клевание, кто-то при Алексею Михайловичу. При Алексею Михайловичу, простите. А потом Петровская, да, когда все наше исконное, даже если в то время, допустим, сарафаны еще носили, да, к началу XVIII века, то потом запрещены сарафаны. Городы брили насильно, да, то есть вот сколько мы прошли реформ. Плюс после революции, да, еще кардинальные реформы, смена календарей, смена и изменение алфавита. Очень много реформы наша страна, наш народ пережил за тысячу лет. И в 91-й год уже, когда пытаются все переписать, все переделать, еще раз переделать, да. Кстати, вот бороды брили почему насильно? Потому что у Русичей борода считалось богатство рода. То есть ни один мужчина в здравом уме не хотел прощаться с бородой, потому что безбородые кто? Мальчики безусы, да. Как только у мужчин начала расти борода, считалось, что мужчина получал связь со своим родом. Он получал богатство рода. Таким образом, люди, которые в то время, в Петровской, еще это осознавали, естественно, никому не хотелось отдаваться. Терять богатство? Да, терять богатство. Но борода вы, знаете, существовали же. Сколько? Да. Ну, это да. Ну, если то, да. Да. Ну, еще же это, знаете, все. Христиане как носили боли, так и носили. Все формы начинаются сознательно. Начинаются сверху, потом идут. Ну, да, христиане вообще так и не дошли. Прикрупировано было, если злишь. Но у крепостных кто-то было зарядить. Ну, да, действительно. Это еще на собственность. То есть, как хочет, так и подать платить. Можно спросить? Да, да. Вот это вот мероприятие наше, творческие вечеринки, как это называется. Вы где-то еще проводили в школе, допустим? В каких классах? В каких классах? В каких классах? В колледжах? Еще нет. К сожалению, нет. Но хочется. Ну, это надо обязательно делать. Обязательно делать. Вот у меня такое чувство, что вот просто, ну, это необходимость. Вот просто душа кричит. Вот она просит вот именно вот этого сейчас на фоне всего того, что нас окружает. Вот. И когда идешь по улице все кругом такое иностранное. И при общении, когда мы вот со своими детьми и внуками. И даже уже они уже учатся в университете. И у них уже, вот они выискивают все то, что против России. Все то, что плохо. Вот. Вот почему-то они упорно это не делают. Вот. В данный момент вот это вот ваше, то, что вы проводите, это замечательно. Конечно, трудно очень. И наизусть это выучить, я знаю. Но вы справляетесь, вы молодые. Людочка, вот, хорошо. Я просто вот люблю. И я вот уже недели две готовлюсь к этому мероприятию. И я пришла. И обязательно. Да. И я вот вас это... Но я вот просто заботюсь сейчас о наших детях, о наших внуках. У них другое в голове. У них другое представление вот о нашей истории. Фейсбук. Фейсбук. Да. Ну так, приглашайте нас куда-нибудь. Мы будем переформатировать сознание, жесткие диски. То же самое можно и в Фейсбуке. Сначала что искать, можно же и в смеканке в Фейсбуке. Это очень много на самом деле. На самом деле сейчас молодежь, наоборот, очень активно интересуется своими корнями. Ну скажем так. Хорошо. Пятьдесят на пятьдесят так скажем. Мы тоже все-таки еще относимся к молодежи. И вот мы представители им. Таких, как мой, довольно много. В разной степени, в разных областях. Да, то, что информацию, скажем, многие воспринимают, не фильтруя ее абсолютно. Да, это факт. Ну, что ж, мы готовы нести свое мероприятие, если оно нужно. Прикусываться. Мы очень мало, Лиза. И у вас очень хорошая программа. Она отличается от всех творческих вечеров. Просто у вас уникальный такой подход. И хорошие стихи. И хорошие стихи. И вот эта ваша любовь, естественность затаркивает. Знаете, все же сейчас так глубоко, как Елизавета и Дмила, не так много мероприятий именно прохиотические, именно не сбросить. Вот в интернете буквально недавно по полочкам была разложена вот это вот, от сражения под Кущёвкой, когда вот кубанские казаки на несколько дней заряжали вот казаки конью и саблами. Елизавета объяснялась, что это не просто самоубийственная атака, что они с саблями на танки кидались. А что там тоже и танковые, и противотанковые войска были, но против пехоты именно дражеской, когда она вот растерялась, то тогда казаки в атаку ушли и саблами рубили. И тут рассказывалось, почему это важно. Даже солдаты учили воевать против пехотинца со штыком, а не против всадника сабли. Только это трясы, когда они погубали в капусту. То есть, что это не только, что они на несколько дней помогли задержать на наступление дитилевцев и наши сумели оборудование для нефтяных скважин не просто взорвать, уничтожить, что потом ценим, а именно демонтировать, и что залить бетоном в вайкот это, что фашисты не оттуда не получили. А именно, почему это, что они не просто бросали, а какая именно польза людям от этого была. Поэтому как раз вот, что они только этого полного Деоргиевского кавалерия в первую мировую и героя Целестского Союза за стяжением под Кушевкой Константинович очень недорого, представляете, и тогда полный Деоргиевский кавалер, и Деоргиевского Союза уже после ему 52 года было, он вместе со своим сыном тоже пошел добровольцем вот тогда уже в Красную Армию. Поэтому сейчас вот Элиза, это сильно там еще древние наши истоки показали, но тем не менее патриотическое проводится. Это патриотическое. Ну да. Тут понимаете, здесь же вот именно исторически. Ну да. Ну это тоже вот то, что я сказал сейчас. Это тоже кто-то только будет. Да. В нашей библиотеке вас сейчас дать с распростерками руками, как говорится, здесь вы не насаждаете, вы не навязываете. Вы просто культурно рассказываете. Рассказываете. Сказали, что не отлежали телегиодных возведений. Да. То, что есть. То, что есть. Это просто просветительское мероприятие, прочувствованное нами как свои корни. – Спасибо. – Очень много. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо вам. Мне тут показывают, что время музея закончилось. Какой библиотек. Квалинее. Какой библиотек.